Рекомендую игровой портал The Rust с процедурной картой. На сервере 200 слотов, стабильный хостинг и защита от DDoS-атак. Отзывчивая администрация, сервер настраивается и улучшается каждый день. Серьезный подход и минимум вайпов. Также на сервере вы найдете рейты x2, инстакрафт, автоматические арены, киты, тп, удобная RPG-система. Внутриигровая карта, стаки вещей, система кланов и другие полезные плагины. Адрес сервера в описании под видео, подключайтесь. Всем привет, дорогие друзья, с вами Бонни Сакура и я начинаю 10 сезон выживания. У нас начинается рассвет, я налутал немного ресурсов, чтобы найти, во-первых, шарик, он должен сейчас где-то проявиться. Из-за того, что сейчас туманно, как бы ни хера не видно. Вот, было обновление, добавили, короче, глушитель, добавили вроде как кровать, но на все это надо искать рецепты. Как это все прикручивать, прикручивать, привинчивать, понятия не имею, не заглядывал никуда на обновление. Вот, короче, когда выпадет, тогда и разберемся. Так, где же шарик? Что-то как-то я его не наблюдаю. Он где-то должен быть здесь. Я играю на официальном сервере, вот, народа здесь битком просто, учитывая, что 5 утра уже, почти 6 утра даже. Вот, ладно, пойдем искать шарик. А, вот он шарик, ё-моё, нашли его. Замечательно, и будем где-то здесь селиться, как обычно, построим небольшой домик и пропишем туда наших тиммейтов, вот, чтобы им было где зарезаться. Ну, конечно, если тот домик выстоит. Вот, а пока мы занимаемся сбором ресурсов и так далее, я, в принципе, могу сделать небольшой подкаст и ответить на некоторые вопросы. Так, слушай, понял, это не дом. Это вообще стена. А, нет, это дом. Нинтересно, как он странный. Так, а двери ему не колупали? Оп, нет, не колупали. Жаль, что не перевернутые. А то бы я сейчас на крафт тут топориков да вынесли, блин, нахер, все это дело. Единственное, что херово, это то, что он находится в зимнем диоме. О, свинка, пиги-пиги, иди сюда. Круто, прямо между ног. Так, свинка, что ты стоишь? С тобой все в порядке? А что он стоял? О, кловсы, замечательно. Дай стрелы. Отдай стрелы мне. Отлично, давай еще одну. Отлично, все. Стрелы надо экономить, потому что, как-никак, это сурвайвл. Заберегаешься все это дело крафтить. Итак, начнем, наверное, с первого вопроса. Я ни хера не выписывал, потому что не было на это времени. Я по памяти буду. С чего я начал заниматься видео, и какое видео у меня было первым, и что меня вообще сподвигло на то, чтобы снимать ролики. Начну по порядку. Значит, сподвиг меня канал TN of Play. Мне стало интересно, как бы... Ну, я уважаю этого мужика, он мне нравится, как он снимает, болтает, шутит и так далее. Конечно, юмора у него довольно-таки много. Значит, что именно конкретно меня сподвигло, это узнать, сколько зарабатывает ютубер. Когда я это узнал, в принципе, меня все это устроило, и я решил не бросать все это дело. Там чувак спит, ух ты. Потому что, короче, объясняю, все зависит от того, сколько ты выкладываешь видео, сколько у тебя airdrop падает. Нахера себе просмотров. От просмотров зависит то, сколько я заработаю. Ну, и, конечно, зависит то, сколько рекламы я впихну в видео. Нахера у него нет. Так, а здесь что? Там нихера. Ну, кстати говоря, этот дом можно было бы себе забрать, в принципе. Блин, а чувака-то я не прихлопнул. Он потом как встанет, да факелом мне нахерачит. Вдруг он опасный тип, откуда нам знать? Ну-ка, чувак. Точно, жир с тебя добыть. Че это я? Жир, мясо, все с тебя забудем. Вот, о том, сколько зарабатывает ютубер, никто вам никогда не скажет. Ну, конечно, может по секрету, если вы там какой-то друг вообще крутой ютубера. А так, это запрещено. Из-за контрактов нельзя распространять информацию о том, сколько зарабатываешь. Не знаю, почему такая строгая секретность, но приглашение, она прожистовала. Вот, поэтому от меня вы точно никогда не дождетесь, я не скажу, сколько я зарабатываю. Дальше, значит, мое первое видео было, это Снайпер Лид-3, мы с женой проходили ее в кооперативе. Это самое было мое первое видео. Ну, конечно, мои тиммейты тогда не особо верили в том, что у меня вообще что-то выйдет, что я получу какую-то известность и так далее. Да и, в принципе, еще. Ну, хотя нет, я могу сказать, что уже известно, потому что зайди на русский сервер, тебя окружат всякие там. Зашел тут недавно на русский сервер, вот, чувак написал, типа, Бонни, когда ты выложишь видео, где мы отрезаем тебе голову и что-то там еще делаем. Вот, ну, подобных долбоебов очень много, поэтому, в принципе, это неудивительно. Может, ему напакостить? У него тут ключ. Его рейдили, похоже. Он, видать, не достроил. Вот, и подобную хероту, как бы, пишут и вообще просто на серверах узнают, узнают. Смотри, это волк или олень? Это волк. Давай с ним драться. Правда, и по сторонам надо смотреть, потому что, я говорю, народу здесь битком просто. Так, давай. Оп. Попал. А ты будешь на меня обижать, волк? А что такое с сервером? Смотри, они стоят. Может, она нападать не будет? Волк, ты будешь нападать? Может, тебя приручить можно, волк? М-м-м. Нет, с ним явно что-то не то. Ну, ладно, умри. Окей. Правда, все это как-то очень подозрительно. Так, 19 стрел у меня есть. Так что, в принципе, под конец достанем из него стрелы. Вот. Ну, особую популярность мне, конечно, принес Раст. Это было для меня очень неожиданно. Вот. И, как бы, это стало, скажу прямо, моим проклятием. Потому что Раст меня уже заколебал, он у меня уже в печенках сидит. Вот. Вы спросите, почему? Тогда ты снимаешь. Все просто, из-за денег. Вот. Раст набирает больше просмотров, поэтому мне его и приходится насильно выпускать. Вот. Многие люди, там, пишут, как, если я что-то пропустил, там, так далее, там, не увидел, там, какой-нибудь Калашников, вот, или еще что-то. Вот, ты там ни хера не видишь. Объясню это по-другому. Я сплю реально в сутки где-то 2 часа. Очень редко бывает, когда я прослю, там, 12 часов. Это вообще, это очень редко. Вот. Поэтому внимательность, конечно же, падает. Вот. Ну, конечно, многим это не понять. Ну, вот, потому что ты сидишь за экраном, смотришь ролик, вот, который идет, там, полчаса, 20 минут, да, или 25 минут, а на самом деле это 4-часовое видео, которое ты сидишь и нарезаешь. Вот. Чтобы другому, кто смотрит тебя, было интересно. Вот. А не так, как многие по Расту укладывают вообще не нарезками. То есть ты видишь все, вот, как сейчас. Ты видишь то, что я добываю и так далее. Вот. Но, как бы, я отвечаю на вопросы, поэтому придется на это смотреть. Как-то странно. Как-то странно тихо. Вроде видел толпы людей. Сейчас никого нету, что-то. Ну, и, дать, все в этом. Под шариком уже бегают. Ой, с меня что-то сыпется. Твою мать, у меня эти... Черепа всякие. О, кстати говоря, черепа. А, у меня Клофсов 51. Спальник надо шить, точняк. Ноги пожарить. Нет, ноги не будем жарить. У нас животного мяса много. Будем дальше камень добывать. Вот, как бы, самое сложное... Там человек. Нет. Самое сложное, это, конечно, сидеть и нарезать. Укратить так видео, чтобы это было, ну, как бы, заманчиво и интересно смотреть. Дальше. Что касаемо недавно... Я читаю все абсолютно комментарии на ютубе, и могу одно сказать. Половину дебильных комментариев, которые... В принципе, у меня была вообще идея, как бы, закрыть эти комментарии, потому что... Есть группа ВКонтакте, она создана чисто для подписчиков. Она не монетизирована, и поэтому у меня от этой группы толку ноль. Ну, как бы, я никак ее не использую. Она создана была, потому что подписчики попросили. Говорят, Бонни, создай группу. Чего группы нет? Вот я ее создал, там уже 2000 с чем-то людей. Вот, ну, там, конечно, у меня сидят такие редакторы, которые за всем следят. Там не то ляпнул, получил бан. Вот, в принципе, это нормально. Ух ты, смотри, какой полосатый спальник. Впервые в жизни его вижу. Вот этот поворот событий. Так, смотри, здесь уже какие-то железные баррикады. Уже кто-то что-то строит. Отстроил, точнее. Ага, вот и пошла стрельба. Поэтому, поэтому мы сейчас найдем где-нибудь укромное место, чтобы отстроиться. Я даже не знаю, на скале стоит строить или на плоскости. А, ну так вот. Закрыть комментарии, чтобы так нервы не в порядке. Еще всякие Шерлоки Холмсы, которые что-то там вынюхивают, что-то пытаются там доказать мне и так далее, не трепали лишний раз нервы мои. Вот, но пока что я еще... Было один раз, когда меня реально бомбануло что-то, и я решил закрыть комментарии. Но я потом вскоре их снова открыл. Так, поэтому не то, что я пиарю свою группу. Многие вопросы, ответы, точнее, на вопросы, можно найти в самой группе. В том же разделе. Ответы там на вопросы. Точнее, просто вопросы. Так, давай попробуем сделать вот такой вот домик. Конечно, на комьюнити. Это вообще жесть. Давай сделаем колотушку. Колотушку и сколько у нас жира? 35. Спальник. Да, спальник. Спальник надо сныкать, наверное, в скалах пока рядом. Здесь очень много ресурсов камня, это очень хорошо. Так, колотушечка, давай быстрее. Череп волка. На хер он пока мне не нужен, наверное, выкинуть его. Даже не знаю. Давай пока выкинем. Все равно никакой защиты нет от этой шапки. А, единственное, от холода, возможно. Нахера там уже рубится, да? Так, давай в камень катать сразу все это дело. Так, дальше. Что там еще-то были за вопросы? У них час времени уже, вон, почти 6 утра, так я могу и подтупливать. А, вопросы еще были, вообще, поражался просто по поводу этого микрофона. Я уезжал на командировку, надо было отъехать. Ну, вот. Там такие вообще комменты, это просто жесть. Я теперь знаю настоящий голос Бонни, там, и так далее. Фу, там, что за голос? Понимаешь, это люди пишут, я не знаю, как бы. Они не понимают то, что видео было выставлено, когда я даже не мог этого сделать. Как бы я не забыл про то, что, как бы, надо выпускать видео. Я снимал их в рабочих условиях, да? А мне пишут такую херню, типа, вот там. А, еще, что я пользуюсь программой по изменению голоса. Ну, вот, ну, это, по-моему, крайний долбоебизм. Ну, вот, то, что я, типа, что-то там скрываю. Я, что, похож на писклявого школьника или еще что-то, как бы, что не так с моим голосом, да? И нахера мне его менять? Ну, это вообще жесть. Ты, говорю, так почитаешь YouTube. Обычно, я так посмотрел, очень редко ютуберы читают комменты под своими видео, потому что они сами уже знают, что там ничего хорошего, в принципе, ты не увидишь. Особенно такая вот херота, типа, почему качество 360? Да, потому что гладиолус, блядь. Неужели ты действительно не втыкаешь, почему качество 360, когда ты видишь, что видео было выставлено, там, 5 минут назад, а то и 2 минуты назад? Да, начинает возникать по такому вопросу. Учитывая, что этот человек явно не первый раз на YouTube, да? И, как бы, он знает от других ютуберов, что, потому что обрабатывается еще, да? Ну, как бы, таких интеллектуалов в YouTube хоть жопой жуй, очень много. Вот. Дальше там что-то еще было, сейчас я вспомню. А, вопрос был, сколько у меня детей? Вот. У меня двое детей, у меня мальчик и девочка. Девочке 4 года, мальчику полгода. Вот. Как бы, растут, развиваются, все хорошо. Хорошо, дальше по поводу матов. Ну, это вообще, я считаю, пишут какие-то дегенераты, которые даже, не знаю, не может, не дегенераты, конечно. Просто я считаю, что нормальные, умные люди, которые реально какие-то там интеллектуалы, или они не переносят матов и так далее, они не будут сидеть у меня на канале. То есть, он пишет там, поменьше материться, и так у меня матов по минимуму. Моя Тима занимается матами, да, а я как бы стараюсь поменьше. Вот. Но, тем не менее, претензии идут. Вот. Во-первых, канал 18+. Так. Во-вторых, надо это в дерево все катать. Сейчас. Вот. А во-вторых, как бы, написал чувак, что типа, у тебя же двое детей. Спрашивается, какое отношение дети имеют к матам. То есть, я сижу в отдельной комнате, моих детей слышно, потому что у них звонкие голоса, как бы, и через дверь, как бы, их можно услышать. Ну, вот. А то, что говорю я здесь, да, там только бу-бу-бу, все, что слышно с той стороны двери. Ну, вот, как бы, и общаюсь с детьми я абсолютно нормально, и, как бы, вообще, какое-то дело до моих детей, да, если так уж грубо говорить. Своих-то имеют детей, и вот им мозги-то не паяй. Вот. Мои дети меня просто обожают, и я их тоже. Поэтому, как бы, у нас все в порядке. Можешь не переживать. Я имею в виду тому, кто писал всякую хиросуду. Вот. То есть, не надо, вот, пытаться что-то там мне доказать, потому что канал может решать мне, что снимать. Я объяснил, по какой причине, почему я снимаю больше раз, то потому что он дает мне больше денег. Вот. Но, тем не менее, я очень хочу развиться в плане синглов, потому что, я говорю, мне нежелательно репутацию, вот эту, вот, и, как бы, известность дал раст. Я хотел бы чисто по синглам, и все. Ну, вот. Но, я в этом деле еще учусь, ну, вот, поэтому все еще впереди. Я голоден, ни хера себе, вот этот поворот. Печалька, надо бы костер скрафтить срочно, причем, как раз у нас мясо есть, да, надо здоровье восстановить. И так далее. Главное, чтобы никто там с этой вышки не херачил. Слушай, а у меня что-то и это, кирка сейчас сломается. Надо срочно добыть именно камни. Ее вообще на маленькое осталось. Ты посмотри, сколько здесь резов. Вообще нормально. Ну, и что, одно железо-то, алло. О, вроде камни. Погнали. Ну, какого хера мы-то вор, ты прикалываешься? Камни давай мне. Вот это жесть. Сейчас бы я кирку даже не смогу все скрафтить. Ты посмотри, сколько резов. Да мы тут базу целую отстроим. Так. Крафтим кирку. Какие еще вопросы были? Так. Что мне сразу так в голову-то не приходит. А, откуда я родом? Во младенчестве меня родители перевезли из Канады в Россию. Из-за того, что в Канаде был жесткий кризис. Вот. У меня мать канадка, а отец русский. Вот. Вот так, в принципе, и получилось. К сожалению, я не смог изучить нормальный английский язык. Из-за того, что маленький был. Так бы я вкладел хорошо двумя языками. Вот. Но в этом плане мне как бы не подпортило. Так. Стой, стой, стой. Что я делаю? Надо срочно жарить все это дело. Блин, херово. Надо это, двери ставить. И пожрать надо. И здесь сейчас какой-нибудь калаш сюда ворвется. Все. До свидания. Так. Ловцы. Спальник. Точно. Так. Давай не будем маячить здесь в дверном проеле. О. Все. А. Еще был такой момент. Значит. Играли мы на Викинг Репаблик. Снимали рейды. Вот. И там, короче, чувак один залупнулся. Типа. Вот. Быть ютубером. Вообще херня. Там сидишь, короче, болтаешь в микрофон и снимаешь видео. Вот. Я был бы очень рад, если бы это было настолько все просто. Да и на самом деле мне тоже было такого мнения. Когда еще не занимался снятием видео и так далее. Ну вот. То есть. Ты сидишь реально очень много времени. И очень много времени вот так вот редактируешь. Ну, короче, простому человеку, который не занимался ютуберством именно, ему этого никогда не понять. Он будет вот так болтаться бесконечно о том, что он прав. То, что иди лучше на завод работай. Ага. Там чувак какой-то. И так далее. В чем привилегии ютуберства? В том, что ты сам себе хозяин, во-первых. А во-вторых, чем больше ты выкладываешь видео и просмотров, больше денег. Я уже об этом говорил, да? Вот. Но по ограничению ты сам себе ограничитель. То есть. Больше подписчиков, больше просмотров, больше видео выставляешь, больше денег получаешь. А на заводе ты будешь, скажем так, пахать до повышения, да? Вот. И получать там сколько-то денег. Кого-то это устраивает, кого-то это не устраивает. Так. Надо кирку я скрафтил. Ну, пойдем добывать камень. Подожди. А что у меня с деревом? Надо поставить дверной проем. Надо поставить шкаф. Надо столько всего поставить. Вот. Кажется, наукалст так много всего, да? И ни хера не осталось. Так. Ладно. Пойдем. Если что, мы здесь поблизости будем. Если кто-то куда-то там зайдет, мы его услышим. Вот. То есть. Ютуберство это сложно, ребят. Это очень сложно. Дальше. Были вопросы по поводу того, почему на рейдах я не здороваюсь со зрителями. Это потому что это рубрика рейды, и это нарезки именно идут. Какое там здороваться? Когда начинается спокойно какая-то история, там, да? То же самое сурвайвел, да? Конечно же, здороваться. Вот. Как бы. Не знаю, почему все так придрались. Не все, конечно, а многие. Потому что я не здороваюсь. Вот. Просто, не знаю. Я считаю, важно контент, а не то, что ты поздоровался или не поздоровался. Потом еще были такие моменты, что на стримах там писали. И вот, я знаю, где играет Дифр, сходите, короче, его убейте. То есть, скажу вам сразу, я не считаю себя каким-то скиллом, там, мега, что я ненагибаемый, да? Я убью всех, один останусь. Нет. Только, как сказать, повернутые на этом деле считают именно так, что я, типа, звезда такая неубиваемая. Я обычный игрок, но вот, я показываю свои смерти, иногда не показываю свои смерти, потому что, в принципе, что важно для подписчика, как бы, ютубер, он должен быть героем, поэтому вам мало кто будет показывать какие-то фейлы конкретные или еще что-то. Вот. Ну, а тех, скажем так, кто, вот, я тебя убил, почему ты это не показал, я немножко не понимаю. То есть, для него это какое-то достижение и так далее. Вот. Были еще вопросы, почему я менял ник, потому что на Литинг Репаблик до меня только упался админ, и нам пришлось сменить ники. Вот. Ну, и на некоторых отечественных серваках меняли ники, чтобы не доставали, скажем так, те, кто яро хочет, там, прорусоваться рядом с домом и получить, там, стрелу или пулю в голову. Вот, как бы, это мешает съемкам, а потом они пишут, вот, ты убил подписчика. Да, то есть, он сам нарвался, сам виноват, и виноватыми выставляют других. Вот, как бы, это немножко бредово. Так, давай, спальник мы положили, да, давай крафтить печку. Надо печку крафтить, чтобы замок поставить. И поставим дверь. И шкаф надо, опять-таки, не забыть. То есть, нюансов просто куча. Ну, вот, и на самом деле, это настолько все отстаешь. Какая у меня основная, вот, работа, был вопрос. Основная работа пиратства, то есть, пиратские диски и так далее. Но пиратство сейчас умирает, потому что торренты все больше и больше завладевают интернетом и так далее. Как бы, уже все посмотришь, не заплатив деньги, скажем так, вот, поэтому у меня главная подработка является YouTube. Вот, вот и весь секрет того, кем я работаю. Да, как бы, я понимаю, что это неофициальная, нелегальная работа, но, как бы, что? Там, где нормально платят, там и работаешь. Так, ну, что там у нас по топливу? Кстати говоря, какие-то странные выкиды у меня были именно на комьюнити. То есть, я бегал, по разным сырвакам смотрел, где чего лагает, где не лагает. Вот, почему-то просто, короче, влетает в главное меню раста и все, как бы, до свидания. Не знаю, по какой причине. Здорово, нам не хватило топлива. Топлива надо 50 на печку. Давай попробуем найти какое-нибудь животное. Потому что я не хочу ставить эти замки, которые именно на ключах. Потому что один херки убили, а если убили еще возле дома, то там вообще нечего и рыпаться. Так, ну, в принципе, вроде на такие основные вопросы я ответил. На, что будет еще дальше, там, спрашивали. Ничего дальше по играм не имею в виду. Ведьмака буду дальше проходить. Вот. И было голосование, там, из трех игр выбрали, короче, этого, дедушку Спейса. Вот. Будем проходить потом в Дед Спейс. И вообще, я планировал, как и хорроры, поснимать. Вот. Потому что это весело, в принципе. Вот. Не знаю, надо набирать аудиторию, я говорю, чисто еще по синглам. Вот. По какой причине я удалил, вот, еще канал? У меня было три канала, точнее. Это третий канал. Вот. Первый канал у меня удален из-за того, что у меня были проблемы с AdSins. Это монетизация, короче, видео. Вот. Второй раз меня бомбануло из-за того, что все просто накинули с меня с этим гребаным растом. И, короче, я сказал, идите вы все, нахер, не будет вам больше ни канала, ни раста. Ну, как бы все равно, видите, ни хера я не ушел от этого раста. Не знаю, насколько меня хватит. Я такой нестандартный человек, что я могу удалить канал и этот, не поморщившись, скажем так. Потому что, как вам сказать, через напряг вот этот вот снимать, ну, это бред. Хоть у меня нервы, можно сказать, остальные, но все равно, иногда сдают. Так что вот такая отпечалька. Блин, ну вот это вообще, в 8 не хватает топлива. Что за жесть? Надо найти животное. А где его найти? В снегах вообще, на самом деле, очень сложно. По-моему, и то сейчас добавили животных, а до этого хер кого найдешь. Ни клофсов не найти, ни животных было не найти, вообще ничего не найти. Ну, если на нас сейчас нападет какой-то чувак с оружием, это будет печально. Давай попробуем среди скал кого-нибудь отыскать. Вот, а остальное, вот это вот, знаете, личная информация, вот это вот о личной жизни, я считаю это вообще бредом. Нахера тебе это все знать, если я не видеоблогер? Я понимаю, что я был каким-нибудь видеоблогером, там, рассказывал о своей жизни и так далее. Но так ты смотришь видео, они выходят. Я кого-то слышал. Может, и животное слышал? Ты смотришь видео и смотри видео дальше, а в личную жизнь, как говорится, не лезь. А, еще во, вспомнил вопрос, был. Служил ли я в армии? Да, я служил в армии. Звание у меня сержант. Я в Ленинградской области служил. Вот, 13-821 войсковая часть. Вот. Я в этом батальоне связи, вот, обороняющая пехота. Короче, эти связисты будут азбуку мороза паять и наводить всякие там ракеты, а я буду стоять рядом с их будкой и охранять, чтобы их не замочили. Вот, хотели меня отправить в мото-пехоту. Вот. Я хотел вообще в мото-пехоту, вот, но не хотел в десантинке, потому что это вообще жесть. Я и так высоты боюсь, а еще и с парашютом. Да я бы там помер прям в воздухе от страха. Вообще, я с детства не переносил эту топ-пехоту. в высоту. Короче, всякими высотниками мне точно не работать. Надо же, я нашел кустик посреди снега. Что вообще такое творится? Прямо как золотую жилу нашел. Так, нету животных нигде. Я не знаю, что делать. Где мне жир достать? Я знаю, что на мото-пехоту можно было в печке жарить эти, как вон, канистры. А на комьюнити херах пожжешь там. О, лошадь. А что, она рожет? Нормально все с тобой, лошадь? На тебе вход. Здесь какие-то животные забаганные, смотри. Я могу их просто убивать, даже не стрелять. Это на самом деле не есть хорошо. Обычно я ливаясь из серваков, это говорит о том, что сервак просто переглюченный. Надеюсь, я не бегаю, сейчас где-то завишу. Так, давай скорее делать в смысле два. Ну окей. Ну ладно, возвращаемся домой. Делаем печку по пути. Слава богу, нашли. Кого? Опять не хватило? 48. Что за жесть? О, слышу еще лошадь. Отлично. Кстати говоря, по поводу этого еще писали, что типа рейды однообразные. Рейды ни разу не были однообразными. Возможно, когда еще был только первый канал, у меня там в принципе ничего такого-то и не было. Там нищебродов сливали и так далее. Ничего такого интересного не происходило. Вот. А сейчас дома все разные, ситуации тоже абсолютно разные. Вот. Поэтому и вообще слава мне принесли именно рейды. То есть о сурвайвалах даже речи не было. И никто даже не заикался по поводу сурвайвала. Вот. И вообще я был, по-моему, первый человек, кто начал использовать именно нарезки. Вот. Потому что лего, плей, дифорс, никто вам таких нарезок не делает. То есть именно интересных моментов. То есть вы смотрите полностью, как все происходит, как оно есть на самом деле. Все. У нас хватает теперь на печку. Замечательно. Так. Где ты, печечка? Давай, крафтись. Так. Теперь дело остается у нас за камнем. И, в принципе, за деревом, чтобы отстроить хотя бы второй этаж. Так. Домик. Это наш домик? Это не наш домик? А где наш домик? Э, а что это не наш домик? Наш домик там не заняли случайно? Что я не понял. А, не-не-не. Это как раз тот дом, который с баррикадой все, я понял. А мы построились вот здесь за скалами. Кстати говоря, добавили же то, что мелкие предметы типа копье, топор уменьшили время крафта. Ну, конечно же, до workbench им не додуматься. Это же так сложно сделать его. Так, где наш долгоный дом? Что-то я потерялся, кажется, маленько. А, вот же он. На самом деле, так смотрится обширно, да? Что-то я с размахом построил. Надо еще обязательно тамбур этот сделать для запуска всяких фуловых, как было уже в одном из сезонов выживания, где мы его убивали там два часа. Так, печка. Ставим печку срочно. Давай. Куда поставим тебя? Вот сюда поставим. Оп. Так. И загружаем в тебя металл. Конечно, жалко, что печки так медленно жарят. Ну, конечно, надо ставить эту большую печку. Посмотри, кстати, добавили этот дым. То есть, теперь печка реально кочегарит по-черному. На самом деле, да, если так сделали, то надо было делать так, что там дым заполняют, нахрен весь этот дом и ты задыхаешься. Вот и весь сурвайл. Нормально так. Так, металл у нас жарится. Замок. Главное замок сейчас поставить. Замок. А сколько у нас дерева? Что-то у нас дерева маловато. Короче, четыре сотки надо будет оставить. Давай-ка начнем делать пока точно. Этот же надо шкаф поставить. Да, ставим шкаф. Теперь же у нас это, не ставится, если бюлдинг изблок. Ну вот, в принципе, вот, как я тогда и говорил, на каких-то из сурвайлов, по-моему, на родов шоу, когда я еще снимал. Так, шкаф, ты вообще где? Вот он. О том, что какого хрена лестницы какие-то лепятся там к стенкам, ну это полный бред, что надо какую-то стремянку, чтобы ты подошел так, поставил ее там и полез куда-то. Вот Гарри и написал, что такая херня как раз и будет. То есть, будешь подходить, ставить, докуда достанет эта лестница, до туда и достанет. Ну вот, как бы. Меня это очень порадовало, потому что все эти юбки, вот эти вот, ну, согласитесь, это полный бред. Такие нахрен юбки. Зато теперь старые добрые пристройки с прыжками вернулись обратно, чтобы на крышу там куда-то попасть. Ну сейчас все равно по большей части пристройки мало чем помогут. По большей части теперь реддити так снизу вверх. Вот, но те, кто будет делать, скажем так, вот этот этаж, да, и второй этаж, а третий там жилой, например, да, ну, один этаж он пропустил, там хера зарыдишь его, потому что не достать будет ни с подсадки, ни как вообще. Так, 30 металла готово. Пойдем дерево по рубим, потому что надо будет достраивать. А, шкаф, что, 53 секунды еще. два, два, три. Продолжение следует...